Слово Под землей засиял небосвод голубой, а потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Боцман Ох, и строгий он был! Сам никогда не нарушал морских законов и другим не давал. А уж как он следил за кораблем, другие корабли только вздыхали при встрече со Шпилькой. И был у того боцмана хомяк, любимец всей команды, которого звали Компас. Ох, умный зверюга! Ох, умный! Пожалуй, второго такого умника среди хомяков и не найдешь. Это точно! Соглашались все. И как не соглашаться, если Компас такое вытворял, что не в каждом цирке увидишь. И когда у команды была свободная минутка и стояла хорошая погода, боцман выводил хомяка на палубу и приносил из каюты его клетку. А матросики рассаживались вокруг. Давай, Компас, покажи, что умеешь! А тот, одетый в тельняшечку, садился на задние лапки у входа в клетку и вопросительно поглядывал на боцмана, ожидая его команды. Начинай, Компас! Уважь публику! Боцман давал понюхать хомяку очищенный лесной орех. Хомяк тут же оживлялся и бежал в клетку, где начинал свое хомячье представление. Лазал по крошечным веревочным вантам, раскачивался не хуже иного воздушного гимнаста на качельках, крутил маленький штурвал и вытворял столько забавных штучек, что матросики то и дело смеялись и хлопали Компасу. Заканчивал хомяк свое выступление так же стремительно, как и начинал. Он выскакивал из клетки и бросался к хозяину. Молодцом, молодцом, Компас! Гладил его боцман и давал хомяку орех. Хомяк тут же запихивал его за щеку и хитро поглядывал на хозяина. Да пойми, Компасик, мне не жалко. У меня этих орехов мешочек припасен. Ну, нельзя, говорят, много лакомства для вашего брата. Вредно, понимаешь? Хомяк вздыхал и, секунду подумав, вынимал орех изо рта и начинал его тут же с аппетитом поедать. Так, от случая к случаю, и проходили выступления Компаса перед командой Шпильки. Но однажды... Все вроде бы и в этот раз началось, как обычно. Боцман поставил клетку на палубу, матросики расселись вокруг. Только вот Компас повел себя не совсем обычно. Он, казалось, глядел и ничего не замечал. А главное, совершенно не хотел шевелиться. Ничего, ничего, сейчас забегает. Подмигнув матросиком, сказал Боцман и, достав из кармана орех, показал его Компасу. Но Компасу, глянув на орех, лишь пикнул в ответ и отвернулся. Компасик! 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 Позвал его Боцман. Да куда там? Компас улегся на нагретую палубу и грустно вздохнул. Что это с ним? Боцман легонько ткнул Компаса пальцем, но тот даже не пошевелился. Да посмотрите, братцы, он дышит тяжело! Воскликнул кто-то из матросов. Да он заболел! Мамочки, да как же так? Врача! Тут же кто-то бросился в радиорубку, а Боцман, подхватив хомяка на руки, рванулся к капитану. Тот, узнав, в чем дело, отдал команду. Меняем курс, направляемся в ближайший порт. И шпилька, совершив поворот, на самом полном ходу направилась к берегу. Боцман бережно держал хомяка на руках и, поглаживая его, приговаривал. Компас! Компасик! А вскоре все увидели катер, который, лихо разрезая волны, летел к шпильке. Корабль вздрогнул, затем, как положено, машина отработала назад и замерла. Катер пришвартовался к борту шпильки, и на палубе появились сразу два врача. Где больной? Вот! Позвольте! Один из врачей взял хомяка в руки. Это по моей части. Я ветеринар. А другой вздохнул. Значит, все верно в радиограмме. Члену команды срочно требуется ветеринар. А я уж подумал, ошибка вышла. Да какая там ошибка! Прямо и не знаю, что это за болезнь такая. От орехов отказывается. И дышать тяжело. Покажите мне домик или клетку, где он у вас там живет. Да вот она! Отлично! И врач с видом знатока занялся изучением жилища Кампаса. Вскоре он извлек из домика целую горсть орехов, а затем вторую. Теперь понятно, что это за болезнь. Что же это? Обжорство. Интересно, откуда это у него такие припасы в море? Обжорство? Боцман бросился в свою каюту. Через минуту он принес матерчатый мешочек с большой прогрызенной дыркой. Вот откуда, доктор! Этот зверюга добрался! Он у нас сообразительный. Я бы даже сказал, слишком. Надо понадежнее убирать. Потому как орех для домашнего хомяка это лакомство. А любое лакомство хорошо в меру. Так что предписываю фруктовую и овощную диету. И подвижный образ жизни. Не беспокойтесь, доктор. Я ему устрою подвижный образ жизни. А вот этого... Боцман потряс у хомяка пустым мешочком перед носом. Ни-ни! Понятно тебе, компасик? И тот согласно икнул в ответ. Катер увез врачей обратно в порт. Шпилька легла на прежний курс. Ну а компасу еще долго не доводилось попробовать любимого лакомства. Вот такая история, друзья мои. И вывод тут насколько прост, настолько же и верен. Всему надо знать меру. А главное, надо уметь сдерживать себя и не позволять желаниям управлять собой. Мы же все-таки не хомячки, а люди. Храни вас Господь, мои дорогие. Продолжение следует...